Здаров, я Кондратик Хемкхем. То есть, всем привет, с вами Стик Ботман, и это 10-я, последняя, часть грипп-отборщиков. Но я не возьму туда какого-то человека, а лишь расскажу, что стало с моими испытуемыми после видео. Начнём. Первое видео было про мирного. Но, вышло оно в марте, и сделано оно было на коленке, да и постоянно только ругал и не приводил аналогов за свою цену. Классика. Свистопердящая мышь с подсветкой за 300 рублей. Ладно, если она для вас игровая, то посмотрим, через сколько дней она у вас сломается. Поэтому и такой отрицательный актив. Но кроме пары сообщений, он больше ничем ответить не мог. Сначала он переплыл на сборки ПК, а затем и сбросил свой Рутуб так же, как и второй канал про Бигдварс и Скайварс. Да и сам человек какой-то ЧСВшный. Затем я сделал два выпуска про плюшку. Второе видео удалено из-за якобы авторского права, но третье осталось. Здесь я уже начал лучше оценивать и приводить аналоги за свою цену. От этого у меня стал более-менее положительный актив. После он побомбил, а потом опять исчез. Третий испытуемый Мол Ви. Набор геймера у него был про мотоспид В70, мотоспид К87С, G2000, и ковер с подсветкой. Вообще, когда я видел в подборках подобные уши, я всегда делаю вот так. А так актив тоже был нормальный. Он никак не ответил и продолжил делать ролики, но в другом формате. Но он исчез. Увы. Следующий видос пошел в хорошие подборки от хороших людей, Дарламыча и Армтеха. Первый мой друган, сейчас уже готовит видео про свой новый микро, а второй почему-то ушел в отпуск. Но обзоры он делал с охотой. Потом пошла эра сборок ПК, если ее таковой можно назвать. Первый испытуемый Леджендари. Выпустил он такую себе сборку. Ну, оперативная память по 8 гигабайт одной планки. Опять же, знаю, а одноканал это не очень классно. Но в будущем можно докупить еще 8 гигабайт, еще одну планку. Ну, знаете ли. А вот еще одна ошибка сборщиков ПК брать память в одноканал. Вместо этого лучше взять 2 планки по 4 гигабайта от крушал или гудромку. Но исправился и сделал еще одну, но за 50 тысяч, которую он хорошо сделал. Сейчас он также делает видос, поэтому ждите. Седьмой выпуск, посвященный ВМИСТу, оказался, по моему мнению, лучшим. Ведь и сам Чоу грамотно все подбирал, и видосы все еще пилит. В общем, красавчик. ...только выбрать блок питания и собрать компьютер в корпус. Бюджета у нас остается не так много. Но я буду в каждом видео повторять, что ни в коем случае не стоит экономить на блоке питания. Только не говори, что хочешь к ЦС брать. В нашу сборку идеально впишется лучший бюджетный блок питания. Конечно же, это ФСПНР на 500 ватт. Но после него пошел худший, по моему мнению, сборщик ПК. Это дракон ПК. А что? Постоянно делает однотипные сборки и допускает одну и ту же большую ошибку. Конечно же, он берет Core i3. Основой для нашего ПК стал процессор Intel Core i3-9100F. Это совсем не слабый камень с четырьмя полноценными ядрами. Его базовая частота составляет 3600 МГц, а частота в турбо-бусте 4200 МГц. У меня сейчас так горит пердак от Core i3, если вы не знали. А почему? Поставлю отрывок из видео Гриныча. Далее идут процессоры i3. Отныне аутсайдеры рынка процессоров, ведь это те же самые гиперпни, просто с AVX инструкциями. Тем и самыми, о которых князь кричит на стримах. А сейчас встречайте лидера в номинации «Самый бесполезный камень 2017 года». i3-7350K, два ядра, четыре потока за почти 9000 рублей. Зато AVX инструкции, разблокированные множители, частота 4200 МГц в стоке. Видимо, чтобы в Крайзис и Сталкер Тень Чернобыля на ультрах гонять. Хотя, безусловно, найдутся индивиды, которые купят данный камень. Вот от этого идёт переплата. Поэтому лучше Pentium взять. Например, G5420. Поэтому его я не одобрил и поставил всего 1 балл из 10. Увы, последний челик стал для меня вызовом. Ведь я легко мог получить ораву неадекватов и дизлайков, считающие, что Арсик лучший. Но он действительно собрал годную сборку, кроме пары косяков. Окей, давайте, наконец, приступим к распаковке. Я, кстати, ХЗ, где что лежит, поэтому начнём вот с этого маленького пакетика. Итак, смотрим. Здесь вот такая вот коробочка картонная. Всё пришло вот именно в таком состоянии. Я ещё ничего, получается, даже не распаковывал. Всё как с Китая. Итак, здесь мы видим комплект процессора. И что это там? Оперативная память, что ли? Давайте смотреть. Да, действительно, это у нас оперативная память китайского бренда. K-L-L-I-S-R-E. Сувак, если что, это читается как Килоисов. Не знаю, как это правильно прочитать. И тут у нас, я честно не помню. 16 гигабайт DDR4 с частотой 2666 мегагерц. Окей, окей. Так, давайте посмотрим. Слушай, выглядит, конечно, неплохо. Но где моя вторая плашка? Я заказывал две. Мне приехала одна на 16 гигабайт. Но сделал сборку более-менее нормально. Молодец. Вот так и закончился путь мой в алле-игре подборщиков. Вот и оценки мои. Наслаждайтесь. А так это видео заканчивается. Дальше я постепенно буду переходить к сборкам ПК. Поэтому, если вам интересно, то тыкните Луис и подпишитесь. А с вами был Стик Ботман.